Отец тогда привёз её и мать сюда, когда самого коттеджного посёлка ещё не было и в помине, не было этих широких размеченных дорог и зелёных ухоженных газонов, не было пропускного пункта с грозной бдительной охраной и шлагбаумом, ничего не было, лишь пустырь, горы строительного мусора, да и изрытая гусеницами бульдозеров чёрная земля. «Вот здесь будет наш дом», — гордо сказал отец, показывая на заполненную дождевой водой яму свежевырытого котлована. Только яма и ничего больше. «Сложно даже представить, что здесь когда-нибудь будет стоять дом», — засмеялась её мать. Мила тогда отцу тоже не поверила, но спустя ровно год, когда она перешла в седьмой класс, отец снова привёз их сюда. Как же её поразил этот высокий новый дом своим великолепием. Он показался ей настоящим сказочным дворцом. А когда они зашли внутрь, то она долго бегала по пока ещё пустым комнатам и громко кричала, и этот крик отражался от стен и широких окон тройным радостным эхо. Отец тогда очень сильно смеялся, а потом, подхватив её за руки, долго кружил в пустой гостиной. А мать ходила по комнатам и прикидывала, где что будет. Здесь кабинет, здесь комната Милы, а здесь наша комната. И так далее. А потом они вместе листали красочные журналы, выбирая мебель и бытовую технику для дома. И буквально через месяц уже въехали в этот дом, отмытый, полностью обставленный и уютный. Они жили в этом доме втроём и были очень счастливы. И Миле тогда казалось, что так будет всегда. И всё шло своим чередом. Она каждый день ездила в школу на машине с водителем, папа уезжал на работу на своём автомобиле, а мама оставалась дома хозяйничать. Хотя, конечно, всю работу по дому, включая готовку, стирку и уборку, делала домохозяйка под её чутким руководством. В общем, мама была хозяйкой большого дома. А потом в отцовском бизнесе начались проблемы, которые полностью изменили привычный жизненный уклад. Мила мало что понимала тогда. Она лишь слышала, что отца кинули партнёры, навесив на него огромный долг и обязательства перед заказчиками, наседали банки, требующие выплат кредитов и неустойку, затем попёрла череда громких судебных процессов и последующая выплата штрафов. К дому почти каждый день подъезжали какие-то хмурые плечистые парни на больших чёрных джипах, о чём-то тихо и подолгу беседовали с её отцом, после чего отец всегда был хмур и молчалив. Субтитры создавал DimaTorzok